Несколько дней назад я переводил и выкладывал интервью немцев, немецкого СМИ, с министром Умеровым. Грустноватое интервью, кто смотрел, тот понимает, о чем я говорю. Такое, ну, не мотивирующее вообще. Вообще никак. Интересно смотреть, как интервьюер берет у разных людей интервью. Кто-то такой, знаете, лояльный, и он прям расстилает перед тем, кто дает интервью, дорожку, чтобы было легко. А кто-то нет. Вот этот немец, ну, не особо расстилает. В общем, с Рустемом он поговорил, а теперь он вчера выложил на своем канале, World канал, немцы, выложил новое интервью с Дмитрием Кулебой, министр иностранных дел Украины. Посмотрел я вчера это интервью, и знаете, что я хочу сказать? Вот, если взять шкалу от 1 до 10, мотивация идти куда-то, украинцам я имею в виду, мотивация делать что-то, воевать за какие-то великие идеи, то, мне кажется, любой украинец, который находится в этой категории, он там думает, а, пойти, не пойти, сейчас ТЦК меня заберут. Вот если он посмотрит это интервью, то его мотивация по этой шкале от 1 до 10, вот так, знаете, опустится до минус 3. Очень такое немотивирующее интервью. Дмитрий Кулеба вот в этом интервью выглядит очень таким уставшим. Конечно, он с этим немцем пытается там как-то там спорить, выувиливает от ответа его английский, его английский по сравнению с английским Рустема Умерова, ну, наверное, в 10 раз лучше. Поэтому его переводить очень легко, он профессионально говорит на английском. Немецкое издание информационное «Уэлт» берет очень немотивирующее интервью у министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы. Мистер Кулеба, сегодня в Киеве снова была российская атака, снова россияне атаковали, и Харьков тоже. Были жертвы, к сожалению. Скажите, то, что происходит, все эти атаки, говорит о том, что ваша система противовоздушной обороны ослабевает? Да, сегодня утром было громко. К сожалению, очевидные разрушения мы наблюдаем. Причина для всего этого в том, что россияне продолжают наносить интенсивные атаки, они держат эту интенсивность, не снижают ее. И, конечно, мы благодарны за каждую частичку нашего ПВО, которую поставили нам наши партнеры. И амуниция тоже всякая, мы благодарны. Но сегодняшние атаки говорят о чем? Что нам нужно больше. И платформы для ПВО, и воздушные всякие перехватчики для ПВО тоже. Мы подчеркиваем это, мы говорим об этом на каждом углу. Да, самые разные дискуссии были на прошлых неделях о системе Патриот, о том, что вам не хватает ракет, чтобы сбивать российские ракеты, особенно баллистические ракеты. Ну, прям так не хватает вам их, да? Ну, я не буду, я не буду раскрывать всю эту информацию, чтобы не компрометировать наше ПВО и Министерство обороны, но устойчивость поставок перехватчиков для систем Патриот сейчас Пак-2 и Пак-3, это очень важно. Это вопрос целый, проблема, которую нужно решать, потому что все эти ракеты должны быть поставлены в нужном количестве и в нужное время. А с какими странами вы обсуждаете это? С Германией? Со всеми, со всеми странами. И мы благодарны тем решениям, которые принимает Германия. В прошлом году поставили нам систему Патриот, но наша страна большая. Наша страна большая, много, много городов, которые могут подвергаться атакам. И одна система Патриот, в принципе, может закрыть город. А говоря про города, мы должны понимать, что города, это же экономика Украины. И чтобы все это продолжало функционировать, чтобы прибыль приносилась, нам нужно защищать города. Если мы говорим уже не про ПВО, а про линию фронта. И мы посещали разные места, общались с солдатами. Ситуация на фронте, Авдеевка и в других местах, прям катастрофическая. Не хватает артиллерии, не хватает амуниции. Вообще иногда нет у них ноль, просто ноль, нечем стрелять. Как дошло до такого? Ну, недостаток в снарядах и в другом амуниции, это была проблема с первого дня войны. И, конечно, мы увеличим производство свое собственное, значительно увеличили, и будем это делать. Будем производить больше. Но мы видим, что оборонная промышленность западных стран, которые помогают нам, не может, не может предоставить нам достаточного количества артиллерии. Это очень важный вопрос, потому что это не только о безопасности Украины, это пробел, пробел в безопасности всей Европы, включая Германию. Потому что ваша страна одна из сильных таких промышленностей в Европе. Так что мы имеем на сегодня. Европейский Союз не успевает поставить нам миллион снарядов, которые они обещали. Мы видим, что другие производства в Европе, которые планировались открыться, они либо открываются, либо не открываются. Короче, ну не успевают они. Не вовремя они открываются. Поздно они открываются. И увеличение производства тоже не может восполнить все наши нужды здесь, в Украине, для войны. И не только уже о нас идет речь. Получается, все эти страны и свои нужды не успевают закрыть. И два вопроса возникают здесь. Первый, правительство и военные промышленности разных стран должны перестать ругаться с друг другом, что они не успевают что-то. Извините, что я так прямо говорю. Да все нормально, говорите. Короче, первое, правительство и производство военное, они должны перестать ругаться, что они не успевают ничего. И второе, я думаю, европейские страны, может быть, НАТО, страны НАТО, должны сесть вместе и ослабить всякие правила регулирования всего этого производства, чтобы не было препятствий, всякие административные препятствия, барьеры какие-то, бюрократия, которые тормозят, тормозят производство оружия. Вот два вопроса, которые я вижу. А на политическом уровне, когда мы общаемся с европейскими странами, НАТО, внутри страны, все за производство, чтобы увеличивать это производство. А когда речь доходит до каких-то прямых решений, то мы видим, как наши партнеры просто тонут в бесконечных рассуждениях. Но проблема в том, что у нас нет времени, чтобы тонуть в этих рассуждениях. Нам нужно плыть иногда против течения. Это наши общие интересы, чтобы производство работало и было все у нас. Вот вы сказали, что времени мало. Если не будет достаточно амуниции, снарядов и всего остального для Украины, ожидаете ли вы, можете ли вы представить себе такую возможность, что россияне прорвут линию обороны, особенно там на востоке? А в Диевка, мы же были в той стране, там капец полный, там ситуация очень плохая. Ну, я верю в украинские военные силы. Как же вы можете быть уверенными в них, если у вас недостаточно снарядов? Да, проблема. Проблема, чтобы защищать линию фронта, придется жертвовать, большую цену платить. Это жизни наших солдат украинских. Да, мы будем маневрировать, там удерживать россиян, но, конечно, придется нам платить за это. Больше жертв. Поэтому мы просим, умоляем, требуем, настаиваем, самых разных разговоров, чтобы наши партнеры увеличили производство вооружения для нас и поставили в срок все. Но снова я задаю вам вопрос. Вы говорите, что это вам будет стоить больше жизней ваших солдат. Но как же вы будете удерживать линию фронта, если недостаточно оружия-то у вас? Ну, вы меня опять ведете вот к вашей фразе, что россияне прорвут линию обороны. Ваша громкая фраза эта. Они прорвутся. Ну, я вам уже говорил. Я же разговариваю с солдатами и офицерами, регулярно разговариваю. И у них одна проблема. Не хватает артиллерии. А я вам говорил до этого, что мы увеличили производство внутри страны. 155 мм снаряды и новые линии там какие-то пытаемся. Самые разные. Но каждый раз, в общем, все солдаты и офицеры сообщают нам о чем? Что россияне доминируют в этом плане. Артиллерии у них гораздо, гораздо больше. И не забываем еще о том, что Северная Корея поставляет им. И это странно звучит, но получается, что Северная Корея больше партнер для России, чем наши друзья, кто помогают Украине с артиллерией. Это странно звучит, это глупо. Но вот как есть. Да, мы, конечно, благодарны всем. Но, учитывая масштаб войны сейчас, нам нужно больше. Нам нужно больше. И это не мы определяем этот масштаб, это Россия. Россию нужно обвинять во всем. Она задает такой формат войны. Вот наша реальность. Если вы видите все эти проблемы, уже сейчас на столе лежат они, да? И тут тема Дональда Трампа. И проблемы сейчас есть, и вот он возвращается, как первый кандидат, и, может быть, станет президентом. Вас не беспокоит это, если он станет президентом, его отношения к войне? Ну, люди Америки сделают свой выбор. Мы не можем влиять на этот выбор. Мы будем работать с новым президентом. Мужчина это будет, или женщина. Какое имя у него будет, мы не знаем. Жизнь научила меня не беспокоиться о многом. И работать надо, работать, решать проблемы по мере того, как они появляются. Вот наши отношения к тому, что будет там в Соединенных Штатах, кто будет президентом. Вы не беспокойтесь. Я не беспокоюсь, да, о многом. Потому что какой смысл беспокоиться? Надо работать, надо решать проблемы. Это другая философия. В Вашингтоне 60 миллиардов для вашей страны, где-то там застряли. Что-то вот не получается. И в Брюсселе мы имеем 50 миллиардов. Что получается? Украине тогда придется, если все это задержится, воевать чем? Лопатами? Вилами? Если эта помощь не придет, какие последствия будут у вас тогда? Ну, вы знаете, наверное, что некоторые эксперты, они говорят, смотрят со стороны и говорят, на Западе в основном, говорят, что если Украина не получит достаточно помощи, и США не дадут, Европа там, ну тогда что, Украине? Украине придется, придется переговоры вести с Россией и делать уступки. И когда я говорил тогда вам, что с лопатами будем воевать, я это образно, я говорил, это западная аудитория в первую очередь, что хватит прикалываться, наблюдать так за этим и рассуждать. Я говорил, что бы ни случилось, мы продолжим воевать. Это была метафора. Даже если вы не получите достаточно оружия, амуниции, вы все равно будете на линии там, и в новых годах этих мы будем решать проблемы, в первую очередь. А во вторую очередь я хочу сказать, что я очень оптимистично настроен на то, что в США и в Европе порешают там все, и деньги придут, решения найдут. А с чего вы так уверены? А потому что я общаюсь там с разными важными людьми, то есть вы думаете, что деньги придут. Да, деньги придут, деньги придут. Но это даже не о том, что оружия у нас не будет, не хватит, а мы говорим о том, что украинцы продолжат воевать, неважно что, потому что ставка высока. Это безопасность нашей страны и также безопасность всей Европы. Как министра иностранных дел вы путешествуете много, встречаете с самыми разными людьми, главы государств и тоже министры. Нет ли у вас чувства, что они теряют надежду и веру в то, что Украина вернет назад все свои территории? Я слышу часто об этом, что они теряют веру уже. Типа не вернет Украина все эти территории, которые потеряла. Речь же шла про то, чтобы все земли назад забрать Украине. И сейчас вопрос, ну вот линия обороны сейчас есть, может быть надо переговариваться и оставлять как есть. Я думаю, что те, кто так думает, они потеряли уверенность в себе в первую очередь, не в украинцах, потому что украинцы доказали много-много раз, что они могут победить Россию, когда у них есть все, что необходимо в плане оружия в руках. Но я когда слышу все эти аргументы от людей, ой, это невозможно, вы тоже слышите? Ну, не то чтобы, как бы не на официальном уровне я это слышу, не от официальных лиц прямо, а от разных экспертов, знаете, там они пытаются влиять на официальные круги. Но я думаю, что Западу, Западу нужно в конце концов начать верить в себя, противостоять этому историческому вызову, угрозе, которую Россия и союзники ее просто распространяют. Вы думаете, что украинцы верят в себя все еще? Да. Думаете, что большинство украинцев все еще думают, что они могут забрать все эти территории? Если вот читать опросы, то да, я думаю, большинство украинцев верят в это, и у нас есть ресурсы, чтобы сделать это, восстановить территориальную целостность, все, возвратить себе, и люди, люди в Украине, они против, чтобы вести территориальные переговоры с Россией? Они верят все про членство в Евросоюзе, в НАТО, и это не то, что я вот говорю это, и это не то, что там где-то у меня в офисе кто-то говорит. Я разговариваю с людьми, и также опросы есть. Опросы, да, есть. Мы разговаривали про оружие, амуницию и самые разные пакеты от США, Евросоюза. При этом, смотрите, в Германии до сих пор непонятная ситуация с Таурусами, ракеты. Кто-то там пытался протащить это все, и были же соглашения, люди говорили, да, да, мы поставим ракеты эти Таурус на Украину, а потом Шольц, и в парламенте там все заблокировали. Вы думаете, вы еще получите эти ракеты, или все, тема закрыта? Ну, мы никогда не сдаемся. Второе, мы разговариваем с немецким правительством по этому вопросу тоже, и я думаю, никакой вопрос полностью не закрыт. Нет, не закрыт навсегда. Все зависит от политической обстановки, самых разных обстоятельств, и, конечно, мы говорим про нужды с линии фронта. От этого тоже зависит многое. Они боялись, и разговоры были, что вы будете атаковать Москву этими ракетами. О, мы не нуждаемся в Таурус, чтобы атаковать Москву. И все эти дальние ракеты, которые запад, это нам не нужны, чтобы атаковать Москву, или какие-либо другие территории по всей России. Они нам нужны, чтобы уничтожать какую-то там военную структуру на оккупированных территориях. Вот для чего они нам нужны. На этих территориях. Хотел вам прочитать то, что наш министр обороны Писториус недавно сказал в интервью одном. Он отверг дополнительную помощь от Германии, Украине сейчас. Он сказал, я цитирую, что мы не можем полностью все отдавать, иначе нам самим не останется ничего, чтобы защищать себя. Сейчас мы отдали все, что возможно уже Украине. Что это значит для вашей обороны? Его слова. Ну, опять возвращаемся к разговорам о военной промышленности. Если кто-то говорит, что у него нет ничего на стоке, на складе, резервы все истощены, возникает вопрос, а что было сделано? Что было сделано и что делается, чтобы пополнять эти все запасы? Вопрос к производству. И немецкая промышленность самая мощная в Европе. Ну, снова-снова мы говорим об этом же, что нужно перестать ругаться. Правительство и Министерство обороны, промышленность, нужно делать дела. И, конечно, мы не можем, опять вот про Германию говорим, мы не можем обвинять Германию, потому что она номер один в Европе, которая помогала нам, если мы говорим про объем помощи. Да и вообще, мы опять уходим к этому более глобальному вопросу про уверенность, о защищенности. Люди должны быть уверены, что Европа способна, может обеспечить безопасность. А вот еще наш министр обороны Писторис сказал, нужно все, чтобы понимали, что если Путин выиграет эту войну и оккупирует Украину, тогда опасность для всего Альянса значительно увеличивается. Он говорит про НАТО. Из его слов понятно, что, во-первых, он допускает, что россияне могут победить, что это возможно. Он об этом говорит публично. И он связывает это с тем, что он говорит, у нас нету больше ничего, чтобы поставлять в Украину для войны. Нету больше помощи. Вы понимаете, что он говорит вообще? Ну, я не буду подвергать сомнению посвященность и честность и профессионализм министра обороны Германии. Он был сильно вовлечен в наш вопрос. И очень все конструктивно было. То, что я думаю, снова о чем мы говорим. Люди, официальные люди, те, кто принимают решения, важные люди, кто с деньгами, им нужно перестать говорить о российской победе какой-то возможной. Потому что Украина тогда будет первая жертва этого, но Германия и все остальные европейские страны будут следующие. И не будет большого временного промежутка между этими жертвами. Вот почему очень, самый лучший путь, чтобы обеспечить безопасность Европы и Германии и всех остальных, это дать нам все, что нам нужно, чтобы победить Россию и освободить украинские территории. А когда вы слушаете всех этих людей, которые уходят в бесконечные дискуссии и говорят, ой, это возможно, это невозможно, это неправильно. Это неправильный подход ко всей этой политике. Нужно фокусироваться на победе. И также нужно понимать, что за проигрыш придется платить гораздо больше. Вы все-таки верите в возможность, чтобы Путин и российская армия атаковали Германию? Россия обязательно атакует страны НАТО. Я не знаю, будет ли это Германия сразу, но я уверен, что если Россия победит Украине, мы, конечно, не допустим этого, но если вы задаете гипотетический вопрос, то я вам даю гипотетический ответ. Тогда следующий шаг для них будет НАТО. И когда они атакуют НАТО, то Германия придется вам, придется вовлекаться, вы не сможете стоять в стороне. Спасибо вам за интервью.